Белганес Белганес за несколько десятилетий лишила жизни более чем 40 человек. Свои расходы на жизнь преступница оплачивала из страховых выплат, получаемых от смерти родственников, которых она сама и убивала. Далее ее жертвами стали потенциальные женихи. Черная вдова погибла загадочным образом. Она исчезла, а потом обугленная, обезглавленная ее тело было обнаружено полицейскими. Жильдеры В истории Жильдере наиболее известен не только как сподвижник Жанны Дарк, но и как серийный убийца. Говорят, что он умиротворил более 200 детей, принося их в жертву, чтобы заключиться поддержкой самого дьявола. Несмотря на тот факт, что убийца был повешен в 1440 году, его образ до сих пор внушает людям страх. Джек Потрошитель Джек Потрошитель – самый известный серийный убийца на нашей планете. Первой жертвой Потрошителя стала женщина легкого поведения Полли. Убийство, совершенное преступником, было совершено жесточайшим образом. Перерезанное горло, нехватка зубов, многочисленные разрезы на теле. Потрошитель вел себя, как заправский мясник или хирург. Далее последовал целый ряд похожих убийств. Виновный в преступлениях так и не был найден. А совершенное преступление было описано в книгах и сценариях кинофильмов. Эд Гейн Гейн – наиболее известный серийный убийца в США. На его счету всего два убийства, но они были совершены чудовищным образом. Преступник любил выкапывать трупы из свежих могил и затем разделывать их. Также он известен тем, что в его доме была найдена целая коллекция из отрубленных голов, черепов, одежды сшиты из человеческой кожи. Андрей Романович Чикатило Преступник имеет несколько прозвищ. Ростовский мясник, красный потрошитель. Известность приобрел из-за 52 совершенных убийств. Как правило, в роли жертв выступали дети и женщины. Перед совершением убийства насиловал женщин, так как только таким образом мог получить сексуальную разрядку. Затем закалывал собственных жертв прямо во время проведения полового акта. В 1994 году его казнили выстрелом в затылок.